так как так 1 раз как слышно так давайте проверим слышно ли все на трансляции супер все слышно приветствую ребята приветствую ребята давайте всего хорошо вот что я нашел в интер ужасный голос усилить так приветствую ребята сегодня разберем да что что будешь делать почему сири то на телефоне то на компе срабатывает так сегодня разберемся какие планы у нас вообще на двадцать третий год по отвечая на вопросы супер приветствую приветствую всех наступающим кстати да я вообще забыл про то что у нас но но новый год на носу сейчас как раз поздравляю всех с наступающим новым годом надеюсь что новый год будет поинтереснее ну и естественно профита всем удачи терпения здоровья что еще желает на наступающий новый год у нас еще будет возможность это обсудить поэтому позже обсудим доброго вечера вечер в хату да привет с украина привет ждем скул норм супер как вообще давайте пока я опубликую ссылку в канал напишите как успехи как дела так так ссылка тут есть но давайте подождем пару минут и не опубликую ссылку в канал пока в целом можно в неформальной обстановке пообщаться готова нормально приветствую приветствую азамат приветствую просадки но со временем я думаю притянет если это не фьючерс опять таки привет с одессы приветствую одесса одессе вообще большой привет так да пожалуйста приветствую так кстати а может быть у меня не все сообщения видно давайте это проверим так нет мне не нужны какие клипы выйти чат видны все сообщения привет смарт да у меня все отлично спасибо все хорошо я временно перебрался в турцию вот но чуть позже все таки вернусь в россию за нужно будет вернуться и закончить его которые там остались приветствую приветствую жгу сейчас сейчас зажжем вместе с вами порадую чем-то новеньким интересно спасибо постараюсь постараюсь айота лонг привет чуть позже посмотрим отвечу на вопросы взаимно с наступающим разберу перспектив салона да хорошо не вопрос но у нас времени достаточно никуда не спешим единственное что ноутбук немного подсаживается но мы что к розетке присядем поэтому это тоже не критично добрый вечер почему торнадо длистят потому что у проекта есть большие проблемы мы это тоже сегодня обсудим знаешь такого как карлзамон монету каста если да то может они сказать есть честно прокатство ничего не читал но про проект знаешь что такое существует привет как думаешь ходе последних новостей посылания матьик может подлететь думаю вряд ли привет с кривого урока приветствую с наступающим взаимно и обновление лоя да ладно я может пропустил но 242 доллара это неплохо но еще не дошли до нашей цели наша цель значительно ниже по бенби как минимум 232 доллара и ниже ниже сейчас кстати бенди можно начать будет с ней как настроить новогодние да пока никак я все что делаю это перезаписываю материал для пятого потока поэтому наверно 90 процентов времени уходит на это вот много планов хотел бы все завершить к началу года поэтому пока пока хотелось бы как-то отсрочный год но к сожалению если бы именно монеты которые закупаете долгосрока постоянно вот не поверите биткойн и вот чем больше на рынке нахожусь тем больше становлюсь биткойн максималистом вот поэтому ну мы пару минут подождем ребят вопрос можно задавать пару минут подождем ребят и потом уже вместе с ними начнем разбрать тему вот значит пока в неформальной обстановке можем пообщаться ждем ждем пока все подключится с наступающим взаимно ребят канал такой если нет я в первый раз слышу может быть нет наверное не подскажу по нему ничего какой план на сегодня обсудим перспективы рынка в двадцать третьем году поговорим вообще по отдельным проектам чего можно ожидать какие у нас разлоки потому что выяснилось что не все знают про токеномики проектов разберем токеномики разлоки в общем-то двадцать третий год вопросы ответы все это вместе с вами сегодня будем разбирать с наступающим взаимно про эфир классик что можно сказать обязательно мы его сегодня затронем не переживайте не спешите расслабьтесь садитесь поудобнее чай налить себе или кофе и начнем потихонечку разбираться всем привет что начало обучения в следующем году супер супер пятый поток на самом деле будет очень интересным почему потому что во первых обновляются материалы абсолютно все то есть не выборочно все материалы обновляются дополняется новыми модулями плюс я бонусами я вам уже говорил даю материала по smart money тоже абсолютно новый их ранее не было материал по smart money абсолютно бесплатно для пятого потока то есть никаких доплат ничего вообще нигде не нужно то есть если вы ученик пятого потока то вам повезло вы получите материала бесплатно так трек все остальное разберем позже как у монет хотите купить говорили что рынок скучный монету пока никакой не хочу покупать кроме биткоина привет с флориады знаете такой монеты юнки блин по моему да по моему да но мне если честно есть некая проблема с коин маркет капом она по-моему вроде пока нормально давайте быстренько гляну нет честно говоря не знаю что с ней почему aptos так сильно льется мы буквально пару минут ждем и начинаем давайте вот до 10 минут почему aptos так сильно льется но это спрос предложения это абсолютно нормально то есть проект сильно вырос в начале листингов соответственно сейчас корректируется можешь посмотреть касту сделать свой вердикт я думаю что это есть смысл делать в отдельном видео потому что сейчас мы просто не успеем и вот нет по 500 не жду просто по трехзначным отметкам подборов много я позже о подборах обучение взяли ну поздравляю значит значит получить материалы по smart money абсолютно бесплатно для четвертого потока smart money не будет ну я чуть позже насчет этого всего расскажу я вам отдельно напишу в канала но думаю что вас тоже даже не думаю я уверен что как минимум обрадуетесь на как максимум по получите небольшой бонус помимо книг которые скинув 4 поток там огромное количество литературы методички по smart money ну в плане методички по типу книги наверно нет книжка будет отдельно от меня постараюсь ее закончить пятому потоку тоже очень удобная история получится но не обещаю тоже кстати книга тоже будет бесплатная пока про книгу не буду говорить так как еще не закончил но в любом случае ученикам разошли нет я не очень люблю smart money ну что значит не люблю я от smart money подчеркнул многое но практически используйте я для себя ее не буду это решил уже запись прямого эфира будет до оптимизм скажи что-то о нем чуть позже разберем видео по smart money когда будет на ю тубе она уже готова мы ждем вот когда будет готова обложка будет готово оформление и загружу его сразу видео готово в целом ознакомительное хорошее видео получилось но я думаю что даже для новичков для тех кто совсем ничего не понимает будет такой неплохой старт по smart money салана выживет думаю да хэллоу даже не думаю если честно считаю что да потому что не вижу поводов для того чтобы загибалась так у нас минута лев научить как правильно продать монету если она лежит на кошельке а всплеск по цене вы можете продавать через лимитные ордера на децентрализованных биржах но это на самом деле если у вас есть время и желание развиваться то идите лучше учиться если вот этот вопрос какие-то трудности возникают на этом вопросе то лучше идите учиться так отключить кошелек приходите на pancake сам подключаете кошелек и приходите в раздел лимит ну или там в любую другую биржу в различных сетях что думаете про метаверс сейчас как раз таки будем обсуждать двадцать третий двадцать четвертый год так четвертый поток за литературу отдельное спасибо рад стараться не книжку как заметки или шпоры по в письменном виде ну посмотрим материалы по smart money для начала это видео уроки а потом уже будем смотреть дополняется по возможности бенби посмотрим да естественно так 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 всех приветствую ребята еще раз кто недавно подключился присаживайся подобнее давайте потихонечку начинать включая беззвучный режим буду периодически проверять так как долго готовил первый поток обучения наверно в месяц если больше наверно да но очень много времени уходит на материала и потом мы запись перезапись просто материалов без заметок без давайте кратенько покажу не будем честно это заметки и заметки еще не все то есть заметки у нас еще на обучающей платформе то есть telegram канал это что-то для дополнительных материалов все остальные заметки хранятся у нас на обучающей платформе обучающая платформа нас вот она переходим здесь еще сколько материалов то есть знаете как 10 модули а сейчас их будет еще больше еще больше уроков и в общем пятому потоку завидую сам так давайте начнем знать что у нас на сегодняшний день по плану еще раз пробежимся по биткоину пробежимся по основному альткоину поговорим про регулирование криптовалют про то что нас может вообще в целом ожидать в двадцать третьем году перед началом ребята присаживайтесь поудобнее давайте начнем начнем мы с плана чего почему можем ожидать в двадцать третьем году фундаментально то есть не технически фундаментальный уровне ничего фундаментально первое что мы должны ожидать это начало регулирования криптовалют начнется это скорее всего ну или уже началось стоке на в тите или xrp то есть у нас два претендента которые могут стать началом регулирования криптовалют и в тите уже присвоили статус ценной бумаги поэтому я думаю что на текущий момент мы можем считать что этот токен стала в тите то есть это такая отправная . после которой сек начнет давать статус ценной бумаги большей части альткоинов давайте перейдем к списку альткоинов обсудим какие альткоины могут стать ценными бумагами ну по эфириуму на самом деле насчет его децентрализации тоже хотелось бы поговорить чуть позже сразу стейбл коины стейбл коины очевидно нужно регулировать то есть это по сути то же самое фиатное средство которое никак не регулируется это не нормально естественно сек затронет все стейбл коины сомневаюсь что с ними что-то страшное произойдет просто нужно будет подстроиться по правилам сека и законодательства сша к сожалению к счастью то есть децентрализованных стейбл коинов я думаю что не останется дай это децентрализованность стейбл коин для меня большой риск я его в портфеле не держу не вижу смысла ну колоссальные риски сами подумайте какое правительство какое правительство будет до запись будет не переживайте свет отключат ни в коем случае вообще об охере не думайте значит записи можно будет посмотреть она поэтому все спокойно надеюсь что со светом все будет хорошо значит да это децентрализованный стейбл коина и естественно децентрализованный стейбл коин контролировать невозможно контролировать невозможно и никто не будет с ними разбираться нянчатся и думаю что просто его запретят запретят все децентрализованные стабилкойны потому что это по сути децентрализованная фиатность 300 которые привязаны к курсу доллара это ненормально сомневаюсь что сша позволит подобному остаться на рынке и стейблкойнов останется наверное юз детей и здесь и ну бы и везде и все остальное по аксессы и так далее это мы не обсуждаем они мелкие там стейблкойнов сотни тысяч всем их все равно обсудить не сможем но вот из основных есть детей и здесь и поюзди я думаю что все будет хорошо ну по бинансу опять-таки нужно смотреть отдельно вот децентрализованный стейблкойн для меня большой риск по основным альткоином топ-10 давайте просто обсудим чему теоретически можно присудить статус цены бумаги то есть у каких стейбл альткоинов могут возникнуть проблемы да по сути у любого стейблкойна то есть бенби очевидно после того как и в тите признаны признали цены бумаги в тите уже признали цены бумаги по такой же по таким же критериям абсолютно можно перейти вот знаете на coinmarketcap вбить централизованные биржи теги бинби централизованные цены бумага то есть все сразу присудили статус цены бумаги кронос ценная бумага у киби ценная бумага хобби токен ценная бумага кукоин ценная бумага где ты его ценная бумага ву токен и сейчас не уверен это вам ву-нетворк да к этому не относится mx токен токен биржа мекс тоже ценная бумага и вот так можно по списку то есть любая централизованная биржа которая имеет свой стейблкойн по сути является ценной бумаги что сразу нарушает законы так что централизованные монеты централизованных бирж но я по крайней мере в двадцать третьем году наверно будут как минимум вот у меня в одном портфеле только из биндишка это портфель пенсионный наверно буду сокращать ну или заменять на другой актив по остальным активам что у нас получается получается что он с xrp и без того борется с секом скорее все тоже присутствует станут статус ценной бумаги просто принципиально вот несмотря на большое количество партнер с хороший проект хорошие фундаментальная была в общем шикарный проект но есть факторы которые к сожалению мы и не можем контролировать и не можем никак никак отслеживать то есть это переменная так как много вопросов налетело будет запись да будет ответил 9 в долгосрок норм но я сейчас сомневаюсь не думаю что по текущим отметкам контроль начнется 20 марта двадцать третьего года но дату остается только гадать к сожалению как часто отбивается акула из каких минимальных портфелей ну акула отбивается смотрите все очень просто допустим предположим давайте значит мы сделаем и зайдем у нас сейчас чат посмотрим сделки посмотрим сделки вы уже от этого оттолкнуть открываем сделку ну плюс 93 процента если допустим вы заходите в эту сделку с с 1000 долларов вы зарабатывать тысяч ну то есть здесь здесь сильно плавающая нельзя просто взять и сказать кто сколько дом по времени отбивает отбивает есть ребята которые отбивает за первые дни на обучение на неделю но есть ребят который сидят там к концу обучения отбивает. Есть ребята, которые отбивают обучение и зарабатывают еще 10x к этому. То есть, ну, здесь нельзя очевидно сказать, что кто-то отобьет, а кто-то нет. Я не буду кричать про то, что отбивают обучение абсолютно все ученики, но многие ребята, правда, многие ребята отбивают без особых проблем. Что? Чат, что думаете про TVT? Хороший вопрос к чату, жду ваш ответ. Где быть регулированием? Там и налогом недалеко. Конечно, конечно. Ну, вот в этом и есть цепочка. То есть, это причинно-следственная связь. То есть, никто не будет оставлять то, что можно облагать налогами. Добрый вечер. Как относитесь к MOVE проектам? Что вы имели в виду? MOVE to Earn Aptos STC. Aptos чуть позже разберем и второй проект тоже глянем. Тигр, спасибо. Спасибо, Давлет. Привет. Спасибо за обзор. Рад стараться. Есть смысл обучения, если торгуют только на телефоне. Не понял, в чем проблема. На телефоне тоже есть приложение трейдинги. Вы также можете его скачать и торговать. Закрепил ссылку. Ребята, если кому-то кто-то напишет, там, по ссылке перейти на обучение предложишь, со скидкой, еще что-то. В общем, будьте осторожны. Вот ссылка в чате висит. Можете по ней перейти, посмотреть. Что значит контроль ценных бумаг? И что нарушает все эти бумаги? Какой закон и чем? Смотрите, в США есть специальная, соответственно, функция. Если вы, допустим, хотите зарегистрировать свою компанию, сделать ее публичной, вы должны прийти в SEC. Это их орган. Прийти в SEC и заявить, что вы хотите сделать свою компанию публичной. Запрещено выпускать ценные бумаги, то бишь акции компании, без предупреждения или там прихода в SEC. Получается, что любой человек, который выпускает собственные ценные бумаги, предположим, вы хотите, но у вас есть свой гараж. Вы выпускаете бумажки, печатаете красивые объявления и говорите, продам акции из своего гаража. Приходят люди, вы им продаете бумажки эти. Это запрещено. Почему? Потому что это не контролируется государственным, то есть, по сути, может быть потенциальным скамом. Поэтому, если кто-то хочет зарегистрировать какую ценную компанию, он должен обязательно пройти через SEC. SEC сейчас берется за многие криптопроекты, для чего? Для того, чтобы начать их контролировать. То есть, потому что многие криптопроекты подходят под описание акций или компаний. То есть, получается, что многие, вот, допустим, BNB. У Binance, это компания целая, у Binance есть токен BNB. Он, по сути, отражает динамику компании. Получается, тем самым можно присудить статус ценной бумаги. Если можно присудить статус ценной бумаги, значит, они обманули всех. Если они обманули всех, то следует штраф, наказание и некие штрафные санкции. Так. Здравствуйте. У нас в начале следующего года не выход зоны из аккумуляции. По логике Вайкова, 25-30 тысяч долларов должны протестировать. Я думаю, даже выше можем. Спасибо огромное. Смотрим, ждем. Супер. Василий, спасибо за поддержку. Приветствую. Что по децентрализованным биржам? Думайте, какие перспективы у них? Отдельно обсудим этот сектор сегодня. Так. Сколько учеников на потоке? Количество мест будет ограничено на потоке, поэтому по количеству учеников, то есть еще есть места. Если вы хотите зайти, есть еще места. Сейчас биткоин, выход закреп на 4 часах вверх. Ощущение падения очень сильное. Ощущение и психология, это все нужно контролировать трезвому. То есть то, что кажется, не всегда становится. Нужно понимать. Привет. Сколько процентов стейблкоинов держишь и какое-то дно по биткоину? Процентов стейблкоинов у меня сейчас в портфеле 40. Какое дно по биткоину, тоже сегодня обсудим. Давайте я продолжу, чтобы мы на каждый вопрос-ответ не был такой повторяющийся. Так. Здравствуйте. Как вы считаете, трествалтлив? Чарльз, спасибо тебе, судья Ириск. Портфель долгосрочный. Кстати, для пятого потока будут собраны портфели. Я забыл про это. Будут собраны портфели, в которых будет расписан рисковый портфель на 23-й год, среднесрочный портфель. В общем, под разные риски, разные портфели. Специально для пятого потока на 23-й год. Так, давайте возвращаться к теме, что у нас по ценным бумагам. Пока я не забыл. Собственно говоря, поэтому большая часть альткоинов, как минимум, рискует стать ценными бумагами. Чем это грозит? Ну и полной регуляцией, запретом каких-то анонимных транзакций, полным контролем, вводом каких-то дополнительных ограничений, правил и так далее. Страшно ли это? Нет. Почему нет? Потому что с приходом регуляции на рынок криптовалют сюда смогут инвестировать более крупные капиталы. То бишь на рынок придет больше кэша. Поэтому переживать насчет регулирования я бы не стал. Думаю, что это норма. Это должно произойти рано или поздно. Любой рынок так или иначе регулируется. И этот не должен быть исключением. Чтобы сюда приходили умные и большие деньги, мы действительно должны стать каким-то прозрачным, как минимум активным. Несмотря на то, что блокчейн без того прозрачен. Значит, что можно также назвать ценной бумагой? Деги Коин, Полигон Матик, Кардана, Стейбл Коин. Да, я вообще бы запретил на месте Сека. Полька Дот, Лайт Коин. Лайт Коин обязательно можно назвать ценной бумагой. Трэй Кстрон точно можно назвать ценной бумагой. Шиба Ину точно можно назвать ценной бумагой. Солана ценная бумага. Юнисал по сути тоже ценная бумага. А у них и так, по-моему, проблема с Секом, кстати. Поэтому так сильно и корректируемся. Не помню, что у них там получилось. То ли их там за отмывание средств поймали, то ли еще что-то. В общем, по-моему, бывший СЕО сидит сейчас где-то в тюрьме, пока идут разбиратели. Смогу ошибаться, может быть, его уже выпустили. Да, Валенч тоже можно назвать ценной бумагой. То есть большая часть альткоинов, так или иначе, можно назвать ценной бумагой. Вот к чему я веду. Поэтому 2023 год, я думаю, это будет год, когда криптовалюту действительно начнут регулировать. Параллельно на рынок будут приходить крупные капиталы. Крупные капиталы это что? Это пенсионные фонды, это что угодно вообще. Ситуация с FTT, по сути, стала вот отправной точкой. Скорее всего, это было, даже не скорее, а точно это было FTT. Почему? Сильное падение, большие потери, большие огромные потери средства. Это не маленькие потери. Если на вас это никак не сказалось, то не нужно думать, что других это не коснулось. Значит, из этого какой вывод? Вывод, что 2023 год, это будет год, когда криптовалюта начнет регулироваться. Так, по регуляции криптовалют мы пробежались. Вот сейчас все ждут, что думаешь по поводу баланса в долгосрока? Думаю, сомнительно. Что думаешь по FTM и Cardano? Cardano неплохо и FTM. Если честно, я так себя отношусь к проекту. Вот сейчас все ждут 12-14 тысяч. Прямо все рынок таки обломает. Скорее всего, нет. Скорее всего, у вас просто ложные ожидания. Во-первых, подвести точную статистику, кто какие значения ждет, невозможно. То есть, все, что вы решили, то есть, вы решили, что большинство ждет 12-14 тысяч долларов, скорее всего, это ваше субъективное мнение. Вы можете ошибаться. Это нужно понимать. Вы можете посчитать так, как вы хотите. То есть, возможно, вы так хотите считать, что рынок отскочит из-за этого, решили, что 12-14 тысяч не будет. Ну, то есть, чтобы трезво оценить, кто чего ждет, нужно провести большой-большой опрос. То есть, даже не внутри нашего комьюнити Телеграм-канала, хотя и такой можно провести, а внутри, наверное, всей экосистемы. Что там по итогам экспериментальных покупок в долгосрок? Еще не подвели итог. Вот буду подводить итоги в Новый год, я думаю. Может, после Нового года. Мысли по Тонкоину. Тонкоин в последнее время, кстати, выглядит неплохо. Но вот с учетом снижения, с учетом того, что он стал выглядеть более-менее адекватно и ходить более-менее прогнозируемо, меня это радует. Вы помните, у нас был крайний прямой эфир, на который мы с вами обсуждали, Тонкоин. В общем, с того эфира мы образовали двойную вершину. Ну и через консолидацию мы все-таки сходим ниже. Консолидация больше похожа на распределение. В зоне распределения, как правило, крупные игроки и капиталы продают. При выборе альтов, есть ли смысл ориентироваться? Нет. Не ориентируясь на крупные фонды, у них значительно ниже точки входа. Ну, по крайней мере, есть инструмент, который позволяет и помогает с ориентацией, чтобы вы могли прям следить за крупными фондами. А так, чтобы просто повторять их действия, нет. Шестой платок планируешь. Если честно, даже сложно ответить. Шестой поток. Смотрите, у нас в новом году пятый поток стартует, а потом мы будем два месяца с ребятами учиться. Ну, я думаю, что хотелось бы немного сбавить входа после пятого потока. Поэтому думаю, что, ну, будет, может быть, в середине следующего года. Пока сложно с датой вас ориентировать, но думаю, да. Так, Wave. Ну, это ужасный проект Waves. И Zip, если честно, впервые слышу. Может быть, видел ранее, но пока сложно с ориентировать. По Waves, если вы про волны, то, блин, у них алгоритмический стейблкоин. У меня был пост в Телеграм-канале, в котором я писал, что ни в коем случае не покупайте алгоритмический стейблкоин. У проекта Waves есть алгоритмический стейблкоин. Проект был шикарный. Правда, шикарный проект. Я прям много про него читал. Но, к сожалению, после выхода их алгоритмического стейблкоина, он потерял какую-либо ценность. Вот их алгоритмический стейблкоин, привязанный к доллару. Стоит он 50 центов. О чем это говорит? О том, что он соскамился. Они выпустили новый стейблкоин, а новом стейблкоине нет. Снова всех соскамят. В общем, алгоритмический стейблкоин не может быть, никак не может быть, полностью там замещая. Вообще, алгоритмический стейблкоин – это построенное на схеме понции. Почитайте, кому интересно, запишите, чтобы не забыть. Про схему понции. Так, с наступающим взаимно. С наступающим всех, ребят. Соответственно, у нас уже 373 человека. Так, спасибо за труд, что думаешь. Тезис. Тезис – неплохой проект. К следующему вопросу. По Роуз-долгосрок. Я почитал, кстати, проект неплохой. Роуз, на него какие-то большие ставки возлагают. Я не особо понимаю, на чем это основано, потому что обычная сетка. Как считаете, как скажется на рынке регуляция криптовалют? Я думаю, что в моменте негативно. То есть начнется какая-то паника. Кто-то побежит продавать, в силу того, что не все деньги чистые на рынке. Кто-то не хочет регулироваться. Из-за этого сюда пришел. В общем, суть в чем? В том, что это должно пройти некую обработку. В долгосроке это крайне позитивно. Я не из тех фанатиков, ребят, энтузиастов, которые там кричат просто тысячи, когда сейчас об этом говорим. И не из тех, кто считает, что… Я просто трезво считаю, что это позитив. Почему позитив? Потому что большинство крупных институтов сможет прийти на рынок и купить то, что ему нужно. Вы правы, конечно. Но я просто смотрю график и не вижу уход ниже 16 тысяч без серьезного негатива. С учетом текущего новостного фона биток неплохо держится. Не должно произойти… Ну нет, на самом деле, у нас сейчас новогоднее такое затишье. Я думаю, что мы сможем увидеть какое-то продолжение коррекции. А текущую зону я бы назвал зоной распределения. Во-первых, посмотрите. У нас было накопление. Внутри этого накопления мы от нижней границы к верхней приходили, от нижней к верхней. И обратите внимание, что у нас есть закол на верхнюю границу, вынос стопов шартистов. То есть мы поликвидировали, повыносили шартистов, скорректировались, вынесли лонгистов. И здесь тоже ложный выход был. И здесь у нас еще один ложный выход. И ложный выход довольно сильный. То есть о чем это говорит? О том, что теоретически готовы обновлять наш локальный лой. То есть это по всем правилам технического анализа мы все-таки должны коснуться как минимум 15 тысяч долларов повторно. Но по-хорошему, конечно, ниже. Так. Лайткоин сильно будет расти. Ну, Лайткоин хороший проект. Просто трезво если оценивать, то будут проблемы с регулятором. Почему? Потому что крайне анонимный стал после крайних обновлений. Есть ли смысл заходить на обучение, если планируют торговать только на споте, только в лонг? Ну, если вы собираетесь торговать просто покупая, то есть просто купили и забыли, то, ну, если вам нужны знания фундаментальные, то есть вы хотите разобраться, погрузиться в рынок, чтобы начать на нем работать, зарабатывать там долгосроки, среднесроки, спекулятивно, торговать внутри дня. То есть если у вас есть такие интересы, вы хотите повышать свою квалификацию, то, да, очевидно, нужно развиваться. Если вы просто хотите купить биткоин и продать его лет через 12, когда он там будет стоить каких-то безумных денег, то, естественно, вы можете просто понаблюдать за YouTube-каналом. Это зависит от ваших целей. Так, DGB. Я, если честно, видел этот проект в топе по росту, и я такие проекты вообще не рассматриваю. Так, 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 так. Потерял. Как думаешь, что выгоднее, покупать альты по уровню в долгосрок и биткоин, или покупать только биткоин, а потом на пике доминации перелить его в часть альты? Это было бы идеально, если бы вы могли просто покупать биткоин и перелить его в часть в альткоины. То есть это шикарная стратегия. Чем больше биткоина в портфеле, тем он надежнее. То есть в моем случае у меня почти 25% депозита в битке. Я чувствую себя комфортно на всей этой коррекции. Меня абсолютно ничего не пугает. И в случае, даже если каким-то чудом все альткоины обвалятся в ноль, что в целом невозможно. Но все же, опять-таки, это контроль риска. Даже если все альткоины обвалятся в ноль, то у меня останется как минимум 25% в битке и, соответственно, 40% в кэше. То есть, по сути, в худшем случае, в самом худшем исходе, я потеряю не так много депозита. То есть у меня останется 65% в кэше. И компенсировать убыток я, естественно, смогу с первым буллраном. Почему? Потому что 65%, допустим, на любом буллране, так или иначе, 100% в депозиту сделать несложно. И вот из 65% можно будет сделать там около 130. Ну, приблизительные расчеты просто для понимания. Поэтому главное контроль кэша и риск менеджмента. А так, что покупать уже? Естественно, щитки покупать не вижу смысла. Так, все, давайте вернемся к теме. По поводу разлоков. Разлоки в 2023 году. Давайте перейдем, соответственно, у меня здесь нет аккаунта, к сожалению, закрытого клуба. Так бы я вам показал. У меня есть таблица. Есть таблица с разлоками. Я вам поэтому сейчас зачитаю просто. Так. Как-то много вопросов по регуляции. Привет. Какие монеты переживают регуляцию? Биткоин точно переживают и эфириум, потому что ему уже статус присудили. Значит, что у нас по разлокам в 2023 году? Так. Что ты думаешь с чатом? По поводу шестого потока я вроде отвечал уже. Что шестой поток будет? Очевидно будет. Но в силу того, что... Ну, я думаю, что в силу того, что я, по-моему, отвечал. У нас будет два месяца обучения. После этих двух месяцев, я думаю, что небольшой перерыв. И потом уже вернемся и будем смотреть. Ну, шестой поток. Если так вот посмотреть, то я думаю, что с учетом общей инфляции в мире тоже подорожает. Месяц совсем. Ну, и количество материалов увеличится. И количество... Да вообще в целом. Обучение с каждым потоком становится лучше и лучше. Как хорошее вино прям. Привет. В анализе графиков используйте Вайкоффа. Вот, кстати, сегодня для закрытого клуба писал пост по Вайкоффу. Вайкоффа, прошу прощения. Написал две части. И вот осталась третья часть практически. И уже буду публиковать. Я Вайкоффа не использую. Ну, естественно, я применяю и часть от Вайкоффа, и часть от Smart Money, и часть от классического технического анализа. Большую часть. Собственно говоря, это все и есть часть моей стратегии. То есть, что такое Smart Money? Для тех, кто не знает, Smart Money это набор инструментов. Весь этот набор инструментов собран из классического технического анализа. Какая-то часть взята из Вайкоффа, какая-то часть взята из другой торговой стратегии. То есть, любая стратегия, которая на текущий момент строится, она построена на том, что когда-то было придумано ранее. Классический технический анализ был придуман сотни лет назад. Так или иначе, он все равно задействован в Smart Money. Вайков в 1930-й год тоже, естественно, перенял какую-то часть. Smart Money, ну, ему может лет 5, он не так давно был создан. Соответственно, и вот моя стратегия собрана из кусочков. Из каждой стратегии я собрал свой такой пирог. Ну, я на самом деле думаю, что практический инструмент, который я использую, это в основном классический технический анализ, мои наработки и все то, что я набил на своем опыте. А фундамент, ну, то есть, психологию, это вот уже собрано из других стратегий. Вот поэтому, кстати, самый длинный урок на обучение у меня психология. Потому что собрано из разных стратегий, собрано абсолютно разная и полезная информация. То, что, по сути, и применимо на рынке. Вот почему-то, почему-то, как правило, самый недооцененный урок, когда приходит ученик, он сначала пробегается, так по психологии, это первый урок, в модуле технического анализа. А потом уже возвращается, пересматривает еще раз, еще раз, и вот пока не поймет. Ну, то есть, на первых порах хочется перейти к практике, но на самом деле очень важно работать в психологии. Биток хранен от раствала. Хранен от раствала, не жалуюсь, лежит спокойно. Так, вопрос по обучению. Сколько минимум нужно иметь зарплату, чтобы торговать? Блин, я бы не ставил себе такие минимумы. Нужно, если вы собираетесь торговать, стоит оттолкнуться от того, что вы можете по-хорошему позволить себе потерять. То есть, это, по сути, тот же самый контроль рисков. Если вы не можете позволить себе потерять миллион, то, я думаю, что не стоит им рисковать. Если вы не можете позволить себе потерять 10 тысяч рублей, то, ну, вы понимаете, что ставку нужно все время смещать ниже. Ну, я не знаю, сложно ответить на счет зарплаты. Отталкивайтесь от того, что я ранее сказал. Так, проекты разберем позже. КВ, ХДТ. Сейчас крайне слабо. Я вообще к DeFi на текущий момент крайне плохо, наверное, отношусь. Не вижу, наверное, хотелось бы увидеть, как их будут регулировать. То есть, DeFi, по сути, тот же самый банкинг. Банки регулируются очень жестко. А DeFi, вот, пожалуйста, депозиты нужны. Приходите, стейкайте под 300% годовых. Как их будут регулировать, какие правила ведут. Я для себя сложно нахожу ответы. Поэтому не хочу рисковать, не захожу. Туманно, очень туманно. В какой момент ученики начинают торговать? Ну, как правило, ученики начинают торговать в процессе четвертого модуля обучения. Начинают торговать. Ну, кто-то делает первый шаг, и за ним уже потихонечку ребята действуют, пробуют. Кто-то начинает с маленьких сумм, кто-то залетает, нарушая все возможные правила. Вот. Тоже с маленьких сумм. Потом уже делится этим всем в чате. Ребята видят, и все вместе развиваемся. Ну, вот поэтому я и говорил, по-моему, на прошлом эфире, что акулы в этом плане, пакет акул в этом плане поудобнее. Есть чат, есть чужие ошибки, чужие грабли. Вы смотрите, а уходите. Действуйте уже с умом. Продал машину за 700 тысяч, пора залить все биток. Нет, 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 нет. Пора. Ни в коем случае, Роман, не стоит. Не стоит все заливать биток. Начните. Вот одна ошибка, которая допускают абсолютно все новые участники на рынке. Это вот быстро куда-нибудь забежайте, чтобы, не дай бог, без меня не улетело. Не улетит. Расслабьтесь. Расслабьтесь. Рынок вот каких-то необдуманных действий, ошибок не прощает. За все придется платить. Чел с машины, купи ее с детей. И на этом... Да, купите доллары. Если у вас рубли на счету, купите доллары. Правда, курсы уже не совсем удобные. Давайте, кстати, по поводу курса пробежимся быстро. Просто посмотрим. Роману подскажем, если никто не против. Роман, все для вас. Значит, что у нас по курсу? Доллары. Ну, слушайте, на самом деле неплохо. Я бы, не имея вообще, наверное, на счету долларов, я бы купил из текущих. Если у вас уже на счету есть доллары, то подождите значение ниже. То есть, по-хорошему купить и сейчас, если у вас 0 на балансе долларов. Купите сейчас и, соответственно, по 62. Купите валюту и сидите спокойно, потом с рынками успеете разобраться. Получитесь, посмотрите обучающие бесплатные видео. Их очень много. И будете уже какую-то свою стратегию строить, торговать. Ну, или просто покупать биткоин. Ну, или так, просто посмотрите. Мы чуть позже обсудим по поводу биткоин. Спасибо за вопрос, Роман. Порадовали. Так, как вы считаете, крипту лучше стейкать на официальном сайте или на бирже? На официальном сайте, естественно. Если официальный сайт перестанет работать, то и проект, и токен, который выдержит, тоже перестанет работать. Ну, или просто сильно обвалится. С желаниями бешено учиться, инфа полезная, Брон, и снова превратился в человека размышляющего. Стал понимать более мини-рынок. И почему я не поднял свой ДФД вообще? Супер. Рад стараться. Рад стараться. Довлет. Постараюсь больше полезных материалов давать. Если, я так понимаю, что вы зашли на обучение. Если зашли, то, поверьте, вам очень понравится. Либо у меня вопросы дублируются, либо это нолик спамит. Нолик вроде отвечал после четвертого потока. Модуля, прошу прощения. Так, 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 так. Ну, вы не против, что мы вопросы разбираем? Напишите. Если хотите перейти к теме, давайте перейдем к теме. Напишите просто плюсик и сразу нырнем. В тему. Это, собственно говоря, разлоки. Так, я пока по рынку пробегусь. Пока вопросов нет. Посмотрим, что у нас вообще здесь есть. Посмотрим. Давайте криптобабл. Плюсик, 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 плюсик. Это же у нас к теме было, да? Я ничего не перепутал. Ну, давайте тогда к теме. Надеюсь, я не перепутал. Значит, что у нас по разлокам ожидается? Чтобы вы понимали. Многие наверняка не знали. Крайне надеюсь, что у токена Оукиби разлок в 2023 году будет составлять, ну, то есть инфляция внутри токена будет составлять 266%. Представьте, какая огромная, это очень большая инфляция, ну, чтобы вы понимали, там, в среднем инфляция в токене до 10%, до 5%, такая нормальная, хорошая инфляция. Но Оукиби там 266,5%, но это относительно, до любого другого актива это очень много, это очень много, это очень страшно, инфляция даже у турецкой лиры значительно ниже. Что будет происходить с Оукиби в этот период, ну, я думаю, что ничего страшного, все зависит от их токеномики. Если токеномика у проекта приличная, ничего страшного там не происходит, то в целом пугаться не вижу смысла. А вот, соответственно, страшные разлоки нас ожидают по дидоксу. У дидокса инфляция, инфляция будет составлять, ну, то есть, там, в общей сложности, с учетом всех разлоков, инфляция будет составлять 251,5%. Ну, о чем это говорит? Ну, по сути, инфляция, инфляция, то есть, по сути, там, разблокируется какое-то огромное количество токенов, что сразу было ясно, почему, потому что у них была токеномика открытая, публичная. Что вы понимали, токеномика у дидокса выглядит каким образом? Мы сейчас находимся вот на этой стадии. Это 23-й год. В 23-м году у нас будет вот такой всплеск, и знаете, кому будет вот отдан такой огромный разлок? Этот разлок будет отдан крупным инвесторам. То есть, в 23-м году крупные инвесторы получат самые большие позиции, самые большие разлоки, самые жирные, простые деньги, которые они, наверное, заработают за всю свою жизнь. Какая средняя точка входа у крупных инвесторов? Ну, я думаю, что, ну, до 10 центов. До 10 центов они зашли и выйдут в несколько, там, десятков иксов. Забрав несколько десятков иксов, что они будут делать? Продавать. То есть, весь объем, который у нас получается, будет разблокирован по дидоксу, так или иначе выльется на рынок в 23-м году. Ну, много, на самом деле, крупных разлоков нас ждет. Там и OneInch 62% разлоков будет. И LuxRare, это площадка, NFT-площадка на блокчейне Солана. И что у нас еще было? Asmosis, PancakeSwap, Ethereum Name Service, Radiance, SKL, Servishka, Chromia, Uniswap, Axel & Fitness. Ну, если интересно, я могу вам прям полный список отправить в Telegram канал. Информацию по разлокам можно искать на, нужно искать на сайтах проекта. Допустим, перешли на дидокс и здесь ищите токеномику. Этот раздел называется токеномика. Переходите, находите токеномику и там все читаете. То есть, как правило, в токеномике это все указывается. Давайте вот я сейчас, кстати, знаете, что вам сейчас покажу? Как на примере дидокса найти список, ну, и в токеномику вообще как это выглядит. Так, у нас почему-то не переводится сайт. Я надеюсь, что это не проблема с интернетом. Крайне надеюсь. Технические разборы, форумы. Так, давайте технический обзор. Голосование это все неинтересно. Ставки это неинтересно. Открытый хостинг, аби, не то, не то, не то. Откуда информация по инфляции? А это все взято из документов проектов. Переходите в документы, читайте. Ну, или переходите, знаете, даже как проще. Переходите не на сайт, а сразу в белую книгу. Переходите в белую книгу и здесь читайте. Так будет проще вам. Так, ну, я вернусь на сайт дидокса. Так, распределение. Нашел токеномику. Значит, токеномика у дидокса выглядит вот таким образом. Вот она у нас. Посмотрите, какой крупный разлог у нас будет. То есть, зеленый. Посмотрите, вот он. Зеленый в 2023 году у нас ожидает разлог в... Так, это ликвидите. Не то. Так, так, так. Где-то здесь было написано по поводу инфляции. Что-то я не вижу. Когда блокировка? Ну, в общем, здесь вся информация расписана. Посмотрите, у нас крупные инвесторы 25% токенов получили. То есть, большую часть токенов, даже не больше, а большинство вообще холдеров, дидокса, это крупные инвесторы. Это 25,1%. Здесь также у нас, что это у нас здесь расписано? Это распределение. То же самое. С 27,7%. Это очень много. Переходим ниже, смотрим, что в 2023 году эти крупные инвесторы, которые получили токены по заниженной стоимости, буквально за даром, получат самые большие разлоги. Ну, страшно ли это? Да, наверное, нет. В долгосроке это никак не скажется. Ну, думаю, что если медвежий период, рынок у нас не закончится в 2023 году, то все это активно будет распродаваться. Вау, ребят, я даже подумать не мог, что большинство из нас, из вас даже не понимает, где искать экономику. Была бы моя воля, всех бы отправить на обучение, прежде чем на рынок идти. Хотя бы базово нужно понимать. Переходим на проект, на любой, на CoinMarketCap. Нажимаем белая книга. White Paper, или, проще говоря, белая книга, это документы проекта. Здесь расписывается все. Собственно говоря, это и есть вот та информация, которую я беру о проектах. То, вообще, вот если вы хотите изучить какой-то проект, вы читаете белую бумагу. Вы не читаете что-то где-то, вы читаете белую бумагу исключительно. White Paper это официальный документ проекта. Здесь расписано все. Как работает, какие планы, что они собираются делать, при каких условиях, что будут делать в том случае, в этом случае, как они будут разблокировать токены. Какие у них там, ну, все расписано. Перейдите как-нибудь почитать. Сложно, конечно. Для новичка, наверное, будет. Но я думаю, что это стоит попробовать. Так. Почему я ничего не понимаю? Ужас. Так. Почему же вы ничего не понимаете? Ну, если, может быть, конкретный вопрос зададите, я постараюсь вам помочь. Если вы просто ничего не понимаете, то постарайтесь просто послушать, может быть, какие-то слова запомнятся. Может ли быть такое, что при разлыбке цена вырастет? Нет. Вот метод Вайкова. В чем он заключается? В том, что на рынке есть спрос и предложение. Когда спроса становится больше, чем предложение, что в целом логично. Прошу прощения. Да. Когда спрос становится больше, чем предложение, давайте вот так обозначим, рынок растет. То есть люди покупают, меньше продают, и рынок растет. Когда предложение становится больше, чем спрос, но это базовое понимание в целом. Я думаю, что очевидно. Все же, давайте пробежимся. Когда предложение становится больше, чем спроса, а на медвежьем рынке по-другому у нас быть не может. то есть предложение люди чаще продают чем покупают получается покупателя нет а продавец большой выходит что коррекция правильно то есть по сути это лишь ускорит коррекцию двадцать третьем году по денег может быть он будет корректироваться на уровне с рынка может быть чуть сильнее прям переживать бы насчет этого не стал бы но в общем просто держите в голове так 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 я вижу что у вас шокировал да как-то все судя по всему тишина в чате какая-то так при разлоке цена ну как правило падает да есть конечно исключение но все же c98 на рынок вышел с таким количеством денег вы даже не представляете все просто гремело там такой бум был что это мультивалютный кошелек это децентрализованная биржа там какие-то супер токены и нефтишки все вообще все-все-все в результате как-то совсем тихо кроме их очень аналитика вообще ничего не видно что на текущий момент думаю думаю что на место он свои на рынке занял нашел так или подскажите где найти общую инфу разных токенах давайте смотрите если вам интересно у нас будет с вами такая сделка вы поставите я не знаю сколько лайков много лайков давайте так это обозначим вы поставите много лайков на эту прямую трансляцию ну давайте так нас 400 человек было бы неплохо хотя бы 400 лайков собрать ну то есть каждый по лайку я вам опубликую для вас таблицу с разлоками на 23 год в телеграм-канале но я думаю что это справедливо может быть это и трансляцию толкнет ну и вам несложно и мне приятно спасибо заранее кто бы поставить лайки пока вроде 81 интересует так давайте теперь по бенби спасибо большое трешман так но если они будут ждать бычку да никто не будет бычку ждать им проще будет продать и ниже купить чем бычку ждать доги short x100 безумие так александр аккуратнее аккуратнее на поворотах давайте конечно посмотрим доги спасем спасем депозит александра вместе доги short нет и не стоит здесь вообще никаких сопротивлений заходить short по доги равноценно тому что стрелять и в ногу думайте дальше сами нужно но или нет а получается в общем и целом можно закупать дидокс нет разлоки разлоки будут в двадцать третьем году у нас сейчас 22 получается дидокс можно будет закупать в двадцать третьем году но если вам очень хочется поучаствовать в этом в разлоке то купите текущих посидите посмотреть чем это закончится я не рискну я свою позицию по дидоксу закрыл в октябре месяца в октябре месяца и больше не покупал пока да 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 покупайте после разлока я думаю что не ничего страшного бро есть видос как поставить с тобой как вообще ставить ордер куда его тыкнуть уже кучу видео часов посмотрелась пониманием паттерн в нот на youtube канале по моему видео есть если не ошибаюсь придите посмотрите после эфира плейлист нажимаем посмотрите плейлисте с обучающим контентом там много видео я уж даже не помню что снимал а что нет так александр как бальзам на душу спасибо большое что что это шутка это шутка это радует так я тоже шучу если вдруг ничего не хотела видеть так лев приветствую книгу под вашей редакции ждать ученикам следующего потока пятый поток думаю что увидит эту книгу а если она полезная понравится ученикам то значит значит да значит и шестом потоку книгу очевидно да ну печатать и вряд ли буду в силу того что до смысла на нижу уж наверно действительно удобнее и кстати вот насчет у них тишек вот книгу действительно можно цифровать и продавать видимости но я не буду скорее всего даже не скорее всего не буду этого делать книга будет для учеников поэтому если вы ученик пятого потока то и книгу тоже получите участники вам такую инфу на халяву да это любое дело нового звука спасибо большое роман спасибо так орда лайком видео спасибо эльнур давайте посмотрим сколько у нас лайков и перейдем уже 185 отлично значит как минимум 100 человек 100 человек внимательно слушать трансляцию в процессе будущее периодически напоминать о лайках так что не расстраивайтесь так прости за повтор пропустила дэд файлкой держать монеты или лучше зафиксировать что осталось потом ниже купить или просто сохранить деньги остались пока отрастет по файлкой на нужно понимать что проблема файлкой на никаких нет проблема заключается в том что токи неправильно распределили то есть токен попал в в большом объеме попал в портфель генезиса блин наверное даже многие не знают что такое генезис вы знаете что такое генезис напишите плюсики создайте минус если не знаете чтобы вообще понимал до пятый поток книгу обязательно ждем супер на пятом потоке будет столько материалов нужно только осталось это все распланировать очень правильно удобно чтобы все получили материалы дозировано удобно понятно так а куда писать для обучения если зарегистрироваться хотите то менеджеру напишите ну или вот закрепить чате видите здесь плашка висит обучение крипто трейдинг от адая или в описании под этой трансляции так можно сделать регистрацию на пятый поток до конца праздников эдуард я могу пообещать вам почему потому что все зависит от того когда места закончат то есть вот по поводу китов три места было на китов почему три потому что я бы физически больше не потяну также будет ограничено мест на акул потому что физически больше просто не получится к сожалению то есть тут вы смотрите в чем проблема либо жертвуем качеством и берем количеством либо наоборот то есть работаем над качеством и снижаем количество есть допустимый максимум который может с выделили и рассчитали поняли и вот будем работать с этим максимум то есть больше к сожалению просто не вижу смысла брать иначе другие ученики просто просто будут чувствовать себя недополучать какие-то ответы поэтому вот остановимся на той планке который мы сможем взять мы уже рассчитали взяли даже запасом то есть поменьше поэтому думаю что как только места продадутся продаж закроется вот к чему я говорил насчет китов было три места три места уже забрали буквально за две недели получается три места забрали продаж закрыта то есть и все до продаж каких-то бонусных продаж вы меня уговорили я решил дать вам еще несколько мест вот этого всего не будет это не про это больше даже не кур это академия наверно даже вот так ученики прошлых потоков я их тоже не забываю поэтому позже им тоже бонусы закинут так по генезис так много людей не знают ребята разбираемся давайте давайте попробуем объясню что такое генезис есть такой очень крупный криптофонд генезис у генезиса есть подразделения подразделения какие но различные всякие венчурные фэмили фонды и так далее фэмили офиса в общем куча всего все эти проекты которые держит генезис инвестирует у генезиса есть портфель у генезиса есть свой портфель у отдельного фонда есть свой портфель но все так или иначе завязанных деньгах генезиса имеет свои различные портфеля и такая диверсификация значит у генезиса возникли проблемы они дали своему дочернему подразделению миллиард долларов собственно дочернее подразделение там на грани банкротства отказаться от него уже нельзя так как ну такие законы собственно говоря предположим Генезис дал по этой стрелочке 1 миллиард в долг. Подразделение обанкротилось. Соответственно, Генезис хочет скинуть это подразделение, чтобы его не банкротить. То есть, продать, скинуть, я не знаю, отправить кому-нибудь, подарить, но нельзя. Почему? Потому что правила такие. То есть, когда дочернее предприятие на грани банкротится, бросать его уже поздно и нельзя. Собственно, из-за этого у Генезиса не остается никаких вообще, по сути, никаких, наверное, решений, как просто заливать деньгами эту проблему. Для этого ему нужны деньги. Собственно говоря, помимо этого у них еще куча обязательств. Им нужно что-то продавать, чтобы что-то покупать и спасать свои венчурные, там, какие-то дочерние предприятия, подразделения. Поэтому Генезис начал распродавать свои активы из портфеля. В их портфель входит, ну, приблизительно сейчас список. Естественно, биткоин, эфириум, эфириум классик, лайткоин, биткоин кэш, зэкэш, мана, зэн, хоризон, стеллар, лайфпир, чейнлинк, солана, бейсик аттеншн токен и файлкоин. Собственно говоря, у самого Генезиса файлкоин, по-моему, первое место занимает в позициях. И все эти активы так или иначе сильно зависят от будущего Генезис. Если вдруг Генезис не вывезет, не вытянет, не сможет, ему нужны будут деньги, и он не сможет никак свои обязательства закрыть, то ему придется банкротиться. Если ему придется банкротиться, то вместе с ним и траст игры и скейла полетят, и остальные его дочерние подразделения тоже полетят. Чем это грозит? Грозит это. Недавно, кстати, писал статью для крипто какого-то журнала по этому поводу. Собственно говоря, если Генезис обанкротится, то придется распродавать 632 тысячи биткоинов. Это 10 миллиардов долларов. Где будет рынок, если столько выльется на рынке? Я даже не знаю. Эфириум, естественно, 3 миллиона, как раз по трехзначным отметкам. Лайткоин, биткоин кэш и так далее. Но есть другой вариант. Просто придет СИЗИ или какой-нибудь другой крупный инвестор по типу Илона Маска и купит с небольшим дисконтом все их трасты. Я думаю, что, скорее всего, здесь так и произойдет. То есть я не верю, что 632 тысячи биткоинов выльются на рынок. Я думаю, что, скорее всего, кто-то их просто выкупит. Надеюсь, что мы разобрались по поводу Генезиса. Если к Генезису сейчас будет жопа, то мы улетим вниз. Верно, Александр. Даже я знаю про Генезис. Золтан. Радует, что даже вы знаете про Генезис. Нет, я не забываю про четвертый поток. Я говорю, четвертый поток у нас не... Это не курс. Это не курс, это не просто обучение. Это, правда, целая Академия. По крайней мере, делаю все, чтобы это было больше похоже на Академию, нежели на какой-то второсортный курс. Так. 5 января будет падать. Приму к сведению. Судя по глазу, я, по-моему, читал ваши комментарии в Телеграме. У вас какой-то странный метод прогнозирования. Но я такого не встречал. Вот. Так. Больше интересует... Что под этой хай? Сейчас разберем отдельные проекты. Не переживайте. Не спешите никуда. Расслабьтесь. Просто расслабьтесь, сядьте спокойнее. Мы сейчас все эти вопросы, проекты поразбираем. Да пофиг на этот Генезис. В интернете есть все. Давайте лучше разберем монеты. GMX, на примере, спасибо. Четвертый поток радует. Тон вверх, но после коррекции. Александр согласен. Эфириум ворк умер или есть шанс на рост? Ну, скорее, пациент, скорее, мертв, чем жив. Потому что так себя живые проекты не ведут. Ну, я полагаю, что здесь как минимум долго затише. То есть мы должны распределяться, распределяться. Для тех, кто не знает. Эфириум ворк. Эфириум ворк. Ну, давайте проще, чтобы без терминов. Значит, эфириум ворк, по сути, это копия эфира. Классического эфира нашего, который в топ-2 криптовалют входит. После того, как эфир перешел на Proof of Stake, майнерам нечего было майнить. Пришли анонимные разработчики и запустили эфириум ворк. То есть эфириум наш классический, это 2.0. Его стейкают, он работает на алгоритме консенсуса. Блин, сложно получается. Proof of Stake, хорошо. Будем развиваться вместе. Алгоритм консенсуса Proof of Stake, как приводится. Доказательство путем хранения. То есть вы храните криптовалюту, за это получаете вознаграждение. По сути, система такая же, как с вкладами. Купили один эфир, положили на вклад и получаете вознаграждение в течение года. Что такое эфириум ворк? Эфириум ворк это старый эфириум. То есть просто скопировали, вставили код от старого эфира, запустили. В чем подразумевается работа алгоритма консенсуса Proof of Work? Доказательство путем работы. Вы должны не покупать криптовалюту и ставить ее на депозит. Вы должны подключать майнинговое оборудование. Это майнинговое оборудование вам добывает монетки. Эти монетки вы уже распределяете так, как вам угодно. То есть здесь, в данном случае, в Proof of Work все зависит от мощностей. Мощности регистрируют блоки, мощности рассчитывают, высчитывают и угадывают нонсы. Собственно говоря, эфириум ворк раздавали абсолютно бесплатно. Если у вас на кошельке лежит один эфир, то они вам отправляли один эфириум ворк. Для чего? Для того, чтобы распределение у эфириума ворка было такое же, как у эфириума обычного. Чтобы они были максимально похожи друг на друга. И вот выходит, у нас тот же самый Генезис имеет 3 миллиона эфиров. На каждый из этих эфиров они получили по одному эфириум ворку. Выходит, что у Генезиса вместо 3 миллионов эфиров стало 6 миллионов эфиров. Выходит из этого что? Что 50% токенов они просто продали. То есть они продали все эфиры, которые получили бесплатно. Почему? Потому что они им не нужны. То есть все, кто получил эфириум ворки, просто их распродали. Вместо того, чтобы халдить. То есть изначально токеномика этого не предполагала. Разработчики эфириум ворка считали, что сейчас я буду держать, майнить и так далее. А получилось так, что все получили и отнеслись к этому как халяве. Подобное на самом деле в крипто тематике происходит часто. Почему? Потому что разработчики как-то слишком радужно воспринимают все комьюнити. То есть допустим, года может быть 2 назад на бирже PancakeSum запускали NFT Marketplace. Мне дали за то, что я там был старым пользователем. За то, что я когда-то что-то там наделал, какие-то задания выполнял. Дали 3 нефтишки или 4 нефтишки. Но в общей сложности я продал эти нефтишки, только получил там за 600-800 долларов. Ну теоретически я должен был их держать, тем самым поддерживать проект. Ну, потому что я старый пользователь, и они посчитали, что я часть их комьюнити. Но естественно, я не фанатик. Я просто взял, продал, вывел деньги. Сейчас эти NFT-шки стоят там порядка 30. Все суммарно, еще можно на сдачу будет пойти битка купить. Так. Ну, в общем, вы поняли насчет Ethereum Work. Что происходит? Виталий, надеюсь, максимально подробно просто ответил. Так. Извините за повтор, мне ответили. Насколько важно штурдировать токеномику проектов тем, кто торгует спекулятивно в краткосрок и скальпинг? Ну, сказать, что прям не важно, нет. Если есть возможность, время и желание развиваться, то я бы рекомендовал все-таки изучать токеномику. Вообще, что вы торгуете? Так можно вляпнуть. Ну, вероятность низкая, естественно. Расскажите о Mano. Что думаете о ней? Думаю, что со временем. Вот сейчас будем обсуждать с вами сектора. Сейчас буду разбирать, рассказывать вам про сектора, какие, считаю, потенциально интересные. Вот. И потом уже перейдем, соответственно, непосредственно к отдельным проектам в этих секторах. Так. Совет по филу. Не забудьте сказать на вопрос, который начали разбирать. Как с ним быть, держатели? Спасибо, что напомнили. Я по файлкоину думаю, что проект хороший. Всего этого стоит пока придержать. Если сильно переживаете насчет генезиса и считаете, что он все-таки обанкротится, то лучше закройте. Потому что думаю, что в этом случае мы увидим его значительно дешевле. Мозе. Здравствуйте. Только пришел. Спасибо за стримы. Первое. Солана 15.5 средний. Выйти в плюс и продавать. Или сейчас продавать и фиксировать. Как вам монетка Didux? Didux уже разбирали сначала. Ну, в инвестиционный портфель на долгосрок. Ну, долгосрок вы же не пересидите 10 лет с Didux на руках. Не пересидите. Если, ну, без самообмана трезво. Вы же понимаете, что большинство, даже биткоин столько времени держать не сможет. Поэтому думаю, что... Ой, Didux долгосрок неплохо. Если можете посидеть. Хорошо посидеть с ним. Так. Давайте начнем. Купил акулу. Очень хочу отбить покупку. А потом уже думаю про обучение. И знаю, что это плохо. Ну, это плохо, естественно. Если вы будете сами себя загонять в историю, где вы должны там что-то отбить. Что-то... Будет тяжело. Психологически тяжело. Идите, расслабьтесь. Приходите за знаниями. За знаниями. Потому что, как правило, вот ребята, которые лайтово, спокойно в темпе обучения приходят. Почему-то, ну, даже не почему-то, наверное, в силу того, что им мало что мешает, отвлекает. Они получают больше профита. Так. Я, ребят, прошу прощения, прежде чем мы перейдем с вами к следующей теме. Хотел бы перетащить комп к зарядке. Ноутбук. Прошу прощения. Вместе с микрофоном мы с вами. Естественно. Так. Сниму поп-фильтр, чтобы не шуметь. Я аккуратненько вас перетащу. Так. Все. Поднял вас. Забрал ноутбук. Ой. Извиняюсь. Сейчас пошумел. Так. Подключим ноутбук, просто чтобы он не разрядился, вдруг не стало ни сего. И не пришлось переносить эфир или там разбивать его на две части. Значит, хотел бы пробежаться по секторам. Супер. Ноутбук на зарядке, значит, можно продолжать. Кстати, вот без подфильтра вам как? Ну, качество звука не ухудшилось, из-за того, что мы его сняли. Ничего отбивать не нужно. Вкладывай себя, вернешь с лихвой. Да. Так и есть, на самом деле. То есть, если вы относитесь к этому, как вот задача, знаете, прийти, забрать, отбить. Психологически будет тяжело. Психологически будет тяжело. Интересно, а как ты выглядишь и почему ты никогда не показываешь себя? Ну, на самом деле, факторов очень много. От безопасности до того, что я просто не публичный. Я не хотел бы, наверное, чтобы меня узнавали на улице. Не хотел бы думать о том, что меня где-то узнают. Не хотел бы как-то подстраиваться под условия, где меня могут узнать или подойти. Ну, в общем, наверное, так. Не хотелось бы всего этого. Я вообще в этом приятного мало вижу. То есть, становиться публичным, чтобы что. Как-то не хочется. Ну, я и не скрываюсь. То есть, я, может, я даже и задумался насчет этого. Но, просто понимаю, что мне не очень это все нравится. За этим следует большая, огромная вообще проблема. То есть, и от этого мало что меняется. То есть, сказать, что станет легче, да вряд ли. Так. Так, так, так. Норм. Без поп-фильтра супер. Ну, и чревато тоже. То есть, так-то мы с вами разговариваем, сидим. И никаких, по сути, ограничений нет. Ну, так таковы. Вот. Поэтому, спасибо за понимание. Ноутбук у меня MacBook Pro. По-моему, он у меня не на их каком-то процессоре. Если честно, не разбираюсь в железе. Поэтому, по-моему, помню, что что-то с их процессором. Вот он как только выходил, я его покупал. И прям все хвалили его. С каким депозитом лучше начинать обучение? Зависит от ваших целей. Если вы хотите прям пересесть, уйти на дистанционку и никогда больше не приходить на работу, а с начальником распрощаться на «ты», то по-хорошему, наверное, тысяч. Ну, давайте так. Если рассматривать среднюю доходность трейдера, просто трейдера, то это от среднюю месячную доходность трейдера, то это от 5% до, там, давайте минимум возьмем, минимум, прям скромно. Поэтому, понятное дело, кто-то и по 700% на фьючах на торговой. От 5% до 10%. Нет, даже от 5% меньше, от 1%. От 1% до 10%. Вот, отталкивайтесь от этого. То есть, больше 10% прям сказать, что... Сказать, что это прям... Так, 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 я потерял вопрос. Сказать, что это прям возможно? Нет. Если вы будете сильно рисковать, не надо чревато. Спасибо для безопасности. А можно оплатить обучение по банковскому счету, а не через крипту. Нет, только через крипту. Сколько времени проводишь за компом? Сегодня за компом я провел 10 часов. Это статистика экранного времени. Ну, было вот буквально, может, пару дней назад, когда перезаписывал материалы, было почти 12 часов. Ну, в общем, в среднем, я думаю, что 11 часов. Давайте так возьмем. Так, до нормы за лица лучше чувствуется твой нрав в намерении помочь людям. Спасибо. Вкладываете ли вы в проекты на ранних стадиях? Сейчас нет. Сейчас нет, потому что денег на рынке без того мало. Так. Ваше мнение про Аптос. Стоит ли покупать долгосрок? Я считаю, что да. Есть основная работа. Рынки? Рынок – моя основная работа. Иначе я просто не успевал бы все на это же. Это же вообще тут невозможно все. И канал вести, и на рынке сидеть, и за ним следить, и про проекты читать, и за новостями успевать. И на работу сходить. И вам нет. Я боюсь, что невозможно. Невозможно. Ну, на самом деле, насчет основной работы, я бы, наверное, даже не рассматривал ничего, кроме криптосферы. Абсолютно. И, ну, фонды и те, просто, может быть, кто-то не знает, я, меня звали в инвестиционный фонд АТОН. Может, кто-то знает. Ну, довольно крупный, они там себя, по крайней мере, позиционируют, как самый древний инвестиционный фонд России, как самый крупный инвестиционный фонд. Ну, они, правда, крупные ребята, у них много подразделений. Меня звали на младшего финансового аналитика. Ну, там такие зарплаты низкие, что это была пустая трата времени. То есть, это было, может быть, года два, два с половиной назад. И я на рынке больше зарабатывал, поэтому мне... Ну, естественно, все это было интересно, но не настолько, что бросать рынок, а с учетом того, что там многое, что запрещалось делать со своим брокерским счетом после того, как ты подписываешь договор. Ну, в общем, в этом не было смысла. Поэтому фондовый рынок, наверное, я не рассматриваю. Ну, и проблем там очень много, и регуляция очень строгая, и еще куча-куча всего. Алга начал расти. Ну, сейчас я это открываю, там плюс 2%. Да, плюс 2%. Да нет, Степан, это не начало роста. Начало роста, как правило, там сразу видно, сразу понятно. То есть, его спутать сложно будет с чем-то. Три года назад в крипту пришел. Пришел с фонды, начал разбираться. Начал с того, что просто в тупую все скупал, как и все, наверное. Просто все в тупую. Мне, кстати, я где-то скриншоты свои находил, там, где у меня вывел какую-то часть с фондового рынка, 20 тысяч долларов, и распределил просто на сотню проектов. То есть, вообще там до безумия доходило. Я разбил все это так, что у меня там доля биткоина была измерима с долей какого-нибудь СК, у которого там капитализации даже 10 миллионов на тот момент не было. В общем, не искай, это был, там другой проект был, это было, блин, не вспомню уже. Поищу скриншоты, если найду, прикреплю. Так, ну давайте начнем по секторам. Начнем по секторам, а то мы с вами так никак к теме не подойдем даже. ВАКС, система шикарная. Шикарная, но должно прийти время подобных проектов. Кстати, ВАКС тоже на очередь первым поставил вообще, на очередь проектов, которые подлежат или можно присвоить статус ценовой бумаги. ВАКСу можно в топ-1 отнести. Нет, месяц-два я думаю, что планировать даже не стоит рост. Так, давайте, давайте мы все-таки быстренько пробежимся по секторам, потому что у меня осталось не так много времени. Или давайте я лучше у вас спрошу, что вам интереснее, про сектора или про сектора обсудим на следующем уроке? Или вам интересно просто поразбирать проекты? Напишите в чатике, если плюсик, то про сектора, если минус, то поразбираем проекты, проекты, которые вы напишите. РЕН, а что с ним? РЕН вроде как ничего интересного не происходит. А, нет, ничего себе. Тут, извините меня, я почему-то только что мы криптобабблс открывали, роста не было. Видимо, потому что криптобабблс у нас на топ-100 рассчитан. На топ-100 рассчитан, и вот такое он не увидел. Было три вопроса и все мимо. Блин, ну, про Арина, простите, вы можете продублировать вопрос, я постараюсь, я просто, я же не могу на все вопросы постараюсь ответить. Ну, стараюсь, по крайней мере, но все же, продублируйте его. Так, пошел к вам на обучение, работаю иногда по 8 часов, иногда по 12. Сколько, насколько будет тяжело совмещать? Ну, обучение не занимает столько времени, то есть, я думаю, что максимум, сколько вы сможете потратить в день на обучение, при всем вот энтузиазме и желании, это не больше трех часов. То есть, естественно, оно построено так, чтобы вы целый день у монитора на протяжении двух месяцев не сидели, иначе, ну, это бред уже какой-то, значит, не кэмп. Вот, вам хватит, я полагаю, что часа, ну, около часа, вот часа, давайте так, вот часа до, там, двух часов в среднем. Так, у нас сектора плюсики-плюсики-плюсики-минусики, судя по плюс-минусу, отлично вообще, кто-то тут сломал нашу систему. Так. Лев, есть такой провокационный вопрос. Вы выступаете в целом против торговли на фьючерсах, а торговали ли вы сами на них вообще? И когда понял, есть ли торговать, что ли? Я торговал на фьючерсах, да в целом практически все время, как вот начальное на рынке. Я торговал на фьючерсах на фондовом рынке. Я торговал на фьючерсах товарами, нефтью. Ну, в общем, там, чем только на фьючерсах не торговал, и вывод строился исключительно из-за того, что прошел. В результате весь, все потраченное время и деньги просто слито в пустую. Я не сказал бы, что я вышел в минус с фьючерсов. То есть, в результате, вот там, последняя сделка только немного меня подкосила. Я просто понял, трезво посчитал, что это не имеет смысла. Если одна сделка меня так может сбить с роста какого-то, то, наверное, это не имеет смысла. Рен вырос на новостях. Спасибо, Роман. У нас прям целое комьюнити уже собралось. Кстати, я напоминаю про лайки. Давайте попробуем все-таки собрать 400 лайков всего лишь. У нас 4 срок человек, уже 262 лайка. Соберем 400 лайков, и я опубликую табличку с разлоками. Лев. Топ книга по трейдингу. Вот четвертому потоку меня спросили книги по трейдингу. Я постарался выгрузить все, что смог. Пятому тоже отправлю, так что не переживайте. Значит, у меня получилось. Вильямс Т. Хозяева рынков. Методы торговли по ФИБО. Ну, тут, блин, порядка 20, наверное, книг загрузил. Там, и Вульфа, и Иллиота, и Хаута Дэфи. Ну, тут очень много всего. И Дугл все загрузил за анальный трейдинг. И Швагера. И Бросмат-контракты книгу. И Флэш Бойс. Ну, в общем, книг много. Книг много, но топовых я бы не выделил. Книги просто сильно устарели. Устарели материалы, и их давно никто не обновлял. Так, все, давайте к секторам. Правильно понял? Интересно было увидеть видео на канале о вашей жизни. Как совмещать такую работу и частную жизнь, если есть порядок дня, время подъема, организованное ваше рабочее место и время. Да, книги я не гружу. Я же не пират какой-то. Просто посоветую книги четвертому потоку уже посоветовал, пятому посоветую. Список книг публикую в канале. Так. Так, 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 так. Здесь какой-то вопрос был я. А, пропустил вот он. Интересно было бы увидеть видео на канале о вашей жизни. Как совмещать такую работу и частную жизнь. Действие распорядок дня, время подъема, как организовано ваше общее место дома. Я вообще сейчас, ну, может быть, как-нибудь позже сниму. Может быть, как-нибудь позже сниму. Но на самом деле, наверное, ну, преимущество это вот макбук, который меня спасает, который безотказно со мной везде путешествует, ездит. Ну, вот, наверное, макбук. Потому что с помощью макбука, по сути, работать можно где угодно. На рыбалке, можно работать с отеля, с офиса, с ресторана. Да где угодно. Мне как-нибудь расскажу. Да где только ежедневные обзоры вообще не снимались. Поэтому. Ну, все, наверное, благодаря нему. А так, может быть, видео как-нибудь с ему, если интересно. Так, почему графики у одни и те же паттерны, новости, но разные трейдеры дают разные прогнозы? Кому верить? Верить себе, себе разбираться с рынком и верить себе. Потому что, в первую очередь, так, ответить Арине точно. Спасибо, что напомнили. Так, что... Спасибо большое, Арина. Так, что про алготрейдинг думаете? Просто большинство торговли идет ботами по старту. Нет, нет, ни в коем случае. У меня есть видео по поводу... У меня отличное видео, кстати. Арина вот специально для вас снимал, по всей видимости. Которое посвящено вот ботам, алготрейдингу и всему подобному. Поэтому обязательно его посмотрите. Спасибо, Виталий, что напомнили. Доброго вечера. Так, что делаем? Покупаем или ждем? Отличный вопрос, с которым мы, собственно говоря, начнем разбираться с... Я извиняюсь, если на какой-то вопрос не ответил или пропустил. Не специально. Перейдем к секторам. Значит, что у нас по секторам? Какие сектора можно было бы рассмотреть в 2023 году в свой портфель? Секторов очень много. В основном у нас DeFi, NFT, метавселенные, Polkadot, экосистема. Это не основные что. Ну и остальные можно не рассматривать. Ну, в общем, давайте пробежимся по списку. Ну, Таралуна, я думаю, что объяснять не нужно. Здесь вообще ни в коем случае. Экосистема транспорта. Я на самом деле не рассматриваю. Это должно прийти после Web3.0. То есть, все вот проекты, которые связаны, как любыми вообще, есть связи с... Допустим, что у нас есть? То есть, энергетические токены. То есть, токены, которые связывают энергетический рынок с крипторынком. Я не покупаю. Почему? Потому что сначала должна прийти Web3.0. То есть, если вы хотите или считаете, что там энергетический сектор так или иначе мигрирует в криптовалюту, то купите токены 3.0, которые занимаются тем, что они там отцифруют активы и так далее. Поэтому транспорт я не рассматриваю. Что у нас здесь еще? Earn Partnerships. Это какой-то... А, я понимаю, что это стейкинговые проекты. Пока тоже Define не рассматриваю. Уже говорил, что жду начала регуляции. После буду уже думать. Kronos экосистема тоже самое. Жду, когда придет сек. То есть, CRO и все проекты, построенные на их блокчейне, я думаю, что в моменте могут почувствовать слабость. Synthetix. Проект хороший, если это SNX экосистема. DeFi индекс. По сути, та же самая проблема, как у большинства. Проблема SEC. Если вы считаете, что 23-й год не будет годом регуляции, то можете купить смело. Ну, естественно, по подборам. Так, давайте далее пропустим все. Это Warped токены. Ни в коем случае вообще их не покупайте в долгосрок. Warped токены – это обернутые токены. Крайне рискованная история. То есть, лучше купить классический токен, чем покупать подобный бред. Далее. Кошельки. Кошельки сильно себя отыграли. Отыграл себя, в частности, TrustWallet, который мы с вами вообще идеально просто отторговали. Очень, очень жаль админа одного канала крупного. Я думаю, что вы знаете, о ком я говорю, который сильно топил за TrustWallet. Ну, я лично жду, жду TrustWallet ниже. Я пока себе его не покупаю. Купил его только в экспериментальной портфеле однажды. И буду ждать значений поинтереснее. Ну, почему жду значений поинтереснее? Потому что считаю, что, ну, крайне слабая история. Крайне слабая история. И можно дождаться после такого сильного выноса. Возможно, ниже и ниже и ниже стоит с целью. То есть здесь про какой-то рост говорить смысла нет. Начало роста текущих, скорее всего, мы не получим. Ну, будем наблюдать во всяком случае. Так, вернемся к CoinMarketCap. Pantera Capital Portfolio неинтересна. Events неинтересна. Кошельки неинтересны. Harmony экосистема неинтересна. Music. На самом деле, вообще, как-то интеграция с Music, ну, во-первых, сильно зависит от Web 3.0. Во-вторых, как-то она не произошла. Ни Spotify, ни Partners, ни коллаборации я вообще не увидел. Поэтому Music я пока тоже отбрасываю. Может быть, позже. Alameda Research еще такие существуют. Тоже пока я вообще не рассматриваю. Injective Экосистема. Это нам неинтересно. Логистик. Несмотря на то, что большое применение, на самом деле, есть много компаний, которые работают с криптопроектами. Пока тоже не рассматриваю. Дождусь, когда, ну, начнется хотя бы какой-то прорыв в Web 3.0. Далее у нас что идет? VR и AR. Вообще, бред абсолютный. То есть, VR и AR, для тех, кто не знает, это дополненная реальность. Так, секундочку возьму. Значит, VR и AR. Это у нас дополненная реальность. Это абсолютно неинтересно. Покупать эти проекты я смысла не вижу. Уж лучше купить метавселенную. То есть, метавселенная – это не дополненная реальность. И у нее есть куда масштабироваться, в отличие от VR и AR. Поэтому для меня, если вот постоять на весы, я бы выбрал метавселенную. И не вижу смысла вообще в VR и AR. Ну, вот я видел, концерты проходили в VR. Но куда больше мероприятий прошло в метавселенных, на моих глазах, там, Банк Тиньков. Проводил свой ювелир, по-моему, или что они там проводили. В метавселенной до Централа Итмана. То есть, это обычный, ну, ладно, обычным его не назовешь, хороший российский банк. Проводил, как он, там, по-моему, день рождения, или там, 3 сентября. Там еще кто-то выступал, какой-то певец, я уже не помню. Я зашел, глянул, шел. У Самсунга была презентация в метавселенной до Централа Итмана. У Adidas земли в сэндбоксе. Ну, в общем, Nike зарегистрировал свой цифровой бренд. Поэтому, ну, в общем-то, не вижу смысла в VR. Лучше купить метавселенную. Дериватива, очевидно, да, можно покупать. Почему? Централизованная биржа на текущий момент, это, наверное, худший актив портфеля, который может быть. Ну, такой враг портфеля. Ну, любой децентрализованный, там, алгоритм, который, может, предоставляет деривативы, работает лучше без комиссии и так далее. То есть, мы можем перейти и подороговать на каком-нибудь инжекте без комиссии. Ну, вот вам пример. Ну, вот энергетические токи, на которых я говорил ранее. Это сектор энергетики. Ну, здесь много проектов. Здесь, знаете, кстати, какой проект есть? Есть проект, в котором SEO Стив Возник. По-моему, вот так его зовут. Это там то ли бывший SEO, то ли, если я не ошибаюсь, Стив Возник, да, по-моему, был? Да, Стив Возник. Вот, это бывший SEO или СТО. А, Шефутинский там пил, спасибо точно. В общем-то, Стив Возник это бывший SEO Apple. То ли SEO, то ли СТО. В общем, какую-то ключевую должность он там занимал. И у него есть проект. Он называется WZRX. Кому интересно. Давайте я лучше проверю, чтобы вы сейчас никакого скана не купили. А, вот, E-Force. А тикер WZRX, да. WZR, нет, WZX. Наряду с Паумом Ледгером, которые залезли на Binance, в общем-то, пока они чувствуют себя ужасно. У Стив Возника там какие-то фотографии с шейфами, ну, больше я там ничего не увидел. Долго следил за проектом. Планировал покупать, понял, что пока не буду. Дериватива, автоматический маркетмейкер, это абсолютно неинтересно уже. Технологии сотни лет, спартан группы и так далее, нам неинтересно. Почему-то мы по кругу пошли, нет? У нас почему-то снова логистика. Так, защита. Я не знаю, какие проекты входят в защиту. Давайте посмотрим. Приват. А, нет, это анонимные токены. Это вообще ни в коем случае в 2023 году даже не думайте. Ну, вот, Манера, The Cash, Litecoin я для себя не рассматриваю. Почему? Потому что... Да их даже регулировать токены не могут. То есть, как можно регулировать The Cash? Да никак. То же самое, что вот Tornado Cash. Ждали, там какую-то историю придумали и все. И закрыли проект. Готово. Поэтому я для себя тоже не рассматриваю все это анонимно. Это очень страшно. Регулятору это явно не понравится, а я точно рисковать не хочу. Алгоритмические стейблкоины ни в коем случае. Вот все, что вы видите в списке алгоритмических стейблкоинов, можете смело вычеркивать в своем портфеле. Кстати, забавный факт, что мы сейчас смотрим список алгоритмических стейблкоинов, и ни один из них вообще не привязан к стоимости долга. То есть, посмотрите, нету ни одного стейблкоина, который стоит ровно доллар. А, нет, есть. SUSD. Но это тоже временная история. Все остальные так или иначе там корректируются, растут. Но это безумие. Это безумие. Не покупайте их. Так. Возник, друг и брат Джобса. Не знал, это для Александра. Спасибо. Так. Стив Возник. На Возник, да. Стив на Возник. Точно. Спасибо, Олег. Так. Олег. Сэндмана и Эйп. Да, это помнит Василеном. Для Акулы депозит нормальный. Но в целом, если вы считаете, что... Ну, то есть, вы идете за знаниями, хотите развиваться, и вам интересно направление криптовалют, как там долгосрочная какая-то работа, а не вот быстро бабок срубить до уйти. То, да, отлично. Были люди, которые приходили на обучение просто, чтобы понять, что вообще, что это вообще такое. То есть, просто разобрались с рынком, купили себе интересующие монеты, если нет. Есть ребята, кто торгует. Ну, то есть, это знания. А как их использовать, с каким депозитом, тут уже можно... То есть, какого-то ответа не существует. То есть, волшебной таблетки нет. И сказать, что вот на обучение можно идти с такой суммой или с такой. Да, в целом, можно с любой суммой идти. С любой суммой, если вы цените и хотите получить какие-то знания. Так, медиа нас не интересует. Почему? Потому что вообще толковых проектов в этой сфере нет. Веб 3.0 крайне много крутых проектов, но они пока себя никак не реализовывают. Ну, то есть, нету никаких крутых интеграций. А реальный веб 3.0, ну, допустим, Гарри, который здесь сейчас растет. Для тех, кто не знает, Гарри, Network. Это проект, ну, по сути, по сути, это ТикТок. По сути, это ТикТок для индийского рынка. Там что-то лайки нужно ставить на этом, вы зарабатываете. Ну, в общем, я участвовал в ИДО этого проекта. И первый поток, кстати, обучения тоже, по-моему, участвовал. То есть, мне память не изменяет. Ну, в общем-то, я даже скачивал, по-моему, их приложение, Бавл, смотрел. Ну, это не на наш рынок рассчитано, это на индийский рынок. Они хотели забрать именно его. Ну, не знаю, как у них там успехи. Ну, остальные сектора это совсем мелкие. Про них пока вообще говорить рано. Поэтому токенизированное золото, отдельный сектор. Вот. Про эти сектора даже говорить пока рано. По-моему, она все-таки по кругу идет. По-моему, она все-таки идет по кругу. Поэтому будем на этом секторе завершать. Ну, Джобс, кстати, тоже неплохой, но тоже не нашел применения. Ну, в общем, большинство секторов, которые не имеют каких-то больших капитализаций, не нашло применения. Я для себя пока их не выделяю, хотя есть много интересных секторов, за которыми слежу. То есть, та же самая энергетика, та же самая Джобс. Ну, должно произойти ряд событий, после которых я бы мог себе купить их. Ну, а пока лишь наблюдать. А по поводу биткоина я обещал все-таки. Давайте быстренько его разберем. Ну, по биткоину остается план прежний, с той же прошлой трансляцией, то есть с предыдущей. Я все так же жду... Вот, вот, похоже. Нет, не такой. Вот, вот, примерно такой истории. Так, у нас здесь какие-то чертежи. Какие-то люди. Так. Вот такая картина. Я ожидаю по биткоину. То есть, дно где-то в районе 10 тысяч долларов, может быть 9 тысяч долларов, и отсюда уже потихонечку разворот. Фух. Вроде как все. Будет ли запись эфира? Да, Александр, будет. Хотя вы вроде сами провели его. Если вдруг не успели, или вы не сначала пришли, то сможете пересмотреть записи. Мне депозит 56 баксов. Да это не критично. Если вы учиться, идете, то... Депозит это временно. То есть, а знания... Знания у вас останутся. То есть, депозит всегда можно найти, заработать новый. Много стоит таких примеров. Так. В чем держать деньги? В USDT нельзя. Можно. Почему нельзя? Можно. Но диверсифицируйте. USDT, USDC, USD. Ну, такой, да, рынок. Нет. А что означает эта ситуация? Что на битке цена пробивает стопы за минуту, а потом снова боковик. Ребят, это предновогодние периоды. То есть, просто отнеситесь к ним с уважением, с терпением неким. Рынок, там, годами работает для нас, на нас. Буквально пару недель нужно подождать, чтобы это все нормализовалось. То есть, вот, меня самого этот боковик уже замучил. Хочется, я бы какого-то... Чтобы вы понимали, я и на ютубе уже рассказывал про эти цели. Так. Я же на ютубе рассказывал про эти цели. То есть, у нас был подбор 16635 и 16635. И на ютубе, и в клубе эти подборы везде звучали. Мы отскочили, цель была 17200. Нам не хватило там буквально 200 долларов. Мы до сих пор цели не закрыли. Прошла неделя. Ну, что делать? Сидим, ждем. То есть, выбора не остается. Депо раздуете точно. Депо всегда можно будет раздуть. Так. Вроде как все разобрали, ребят. Надеюсь, что вы поставите 400 лайков, потому что все-таки таблицу хочется опубликовать. Так. 325. Смотрите, ребят, 75 лайков осталось. Я в телеграм-канале опубликую таблицу с разлоками на 2023 год. 75 лайков. Но это абсолютно мелочь для нас. Поэтому, кто лайк не поставил, не поленитесь. Просто нажмите на него. Я думаю, что ничего сложного в этом нет. Я даже не думаю, я уверен, что ничего сложного в этом нет. Всем большое спасибо за прямой эфир. Было, по-моему, прекрасно. Все вопросы разобрали. Ну, большинство, ладно уж. Большинство вопросов мы разобрали. Обсудили. Я постараюсь на неделе, может быть, на выходных выйти еще раз в эфир. Поразбираем оставшиеся вопросы. Обсудим рынок. Обсудим. Поразбираем проекты уж в следующий раз. Так. Всем большое спасибо. Лев, вы... Прошу прощения, вот один вопрос. Лев, вы рассказывали, что к вам пришел человек с минус 100 тысяч долларов на фьючер. Как у него дела? Слушайте, на самом деле позиция закрылась неплохо. Уж точно не вспомню, потому что это было, может быть, полгода назад. Это было полгода назад. Приблизительно вот в этом диапазоне. И вроде как неплохо закрылись. Физкультурой занимаюсь. По возможности. Не буду обманывать. Не каждый день, но по возможности. Да, всех с наступающим Новым Годом. Спасибо большое, ребят. Спасибо за 400 лайков. Наверное, пока рано, да, спасибо говорить? Или уже можно? 27 лайков осталось. 27 лайков. Всем большое спасибо за 400 лайков. Обучение с 16.01. Да, точно. Всем профиты в Новом Году. У нас еще будут трансляции. Поэтому про пожелания чуть позже скажу. Так, теперь будем вместе с вами завершать прямую трансляцию. Делать мы это будем с вами через ОБС. Нажмем. Вау. А это что у нас так? Чат полетел? С ума сойти.